Если вы хотите узнать больше о новом сервере Аризона РП, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика я хотел бы вам сказать только одно. Аризона, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомливайтесь со всей информацией именно там. А там же есть ссылочка на мой телеграм-канал. Поэтому если вам всегда было интересно узнать обо мне какую-нибудь дополнительную информацию или название следующего сампо-обзора, например, то переходите именно туда, подписывайтесь и ознакомливайтесь со всей информацией именно там. Двенадцатый сервер. Двенадцатый сервер. Подумать только, еще совсем недавно открывался девятый сервер, а вот уже двенадцатый. И, если честно, то все ждут вот такую, знаете ли, какую-то большую аналитику насчет открытия данного проекта. Такую, знаете, серьезную, со всеми пруфами, со всеми доказательствами, со всеми умозаключениями. И я вам сегодня отдам такую аналитику. Разумеется, вы ждали данную аналитику от какого-нибудь другого человека. Там, Делорензи, Владислава Павлова, Барона Геймкороноса. Но, тем не менее, сегодня я вам поведаю то, что думаю лично я насчет всего этого. Так как сейчас все сидят на карантине, я об этом уже неоднократно заявлял в, наверное, каждом своем видеоролике, выходящем там на какую-нибудь такую, знаете, тему, связанную с онлайном чего-либо. Все сидят на карантине сейчас. И, разумеется, онлайн абсолютно везде возрастает. Онлайн как мониторинга сайта с коронавирусом, так и онлайн всяких разнообразных онлайновых мультиплеерных игр и вот всего-всего прочего. И в числе этих самых игр есть Самп, ведь он абсолютно точно не требовательный компьютеру, абсолютно точно знаком всем и каждому. И вот все сейчас ищут каких-то, знаете, таких новых ощущений от GTA Сампа. А какой сервер может их дать, если не самый популярный, на котором играет на данный момент 11 тысяч человек? Как разумеется, сервера уже битком набиты и вот просто непонятно, что со всей вот этой вот, знаете ли, информацией делать. Вот куда вообще можно зайти, чтобы нормально поиграть? Ведь для того, чтобы зайти, даже мне отснять данный видеоролик, при том, что я захожу с Fast Connect, то есть даже мне это сделать сложно. То есть сервера буквально забиты. Я не знаю вообще, как все вот это вот мне провернуть. А что там происходит у обычных людей или у людей, которые играют с лаунчера Arizona Roleplay, или у людей, которые не знают, что такое Fast Connect, или у людей, которые боятся его скачать. Потому что там, знаете, могут украсть абсолютно весь свой компьютер и подсматривать потом за тобой по вебке. И в общем-то, сами понимаете, не особо приятное зрелище все это. Поэтому, ладно, с основной такой частью мы закончили. Вот как только Arizona Roleplay начала открывать такие, знаете ли, свои сервера новые, то есть там где-то после, наверное, пятого, шестого, возможно, седьмого сервера, все начали писать, мол, Arizona Roleplay рано или поздно повторит судьбу сам ПрП. Так писали до открытия восьмого сервера, так писали до открытия, там, я не знаю, девятого сервера, десятого, одиннадцатого. И вот уже одиннадцать серверов и онлайн на Arizona Roleplay до сих пор держится. При том, что на других серверах онлайн, так знаете ли, значительно не проседает. И, в общем-то, в онлайне сам по появляются новые люди. То есть, ну, как-то это все непонятно. При том, что вот ты смотришь на онлайн сам по, вроде как там появились новые люди, но вроде как это даже незаметно. Потому что двенадцать серверов это еще что? Но вот мои обзоры на GTA Sampe сервера, вот это да, вот это я понимаю. Там даже скинов бомжей нету. И донат машин тоже там нету. И обзоры, кстати, не проплачены, если что. Поэтому смотрите. Тысячи больше, тысячи меньше. Там, я не знаю, сорок пять ли тысяч играет в GTA Sampe или сорок шесть. Ну, то есть, серьезно, кто это на полном серьезе будет наблюдать и кто на полном серьезе за всем этим будет мониторить. И вы знаете, Arizona Roleplay, она вряд ли сможет повторить судьбу Sampe, потому что это практически, ну, нельзя сказать, что невозможно, потому что ничего невозможного нету. То есть, Arizona Roleplay так или иначе у нее есть шансы повторить вот эту вот самую судьбу. Но при одном условии. Даже при нескольких условиях. Но самое главное из них это забить хуй. Забить хуй абсолютно все. На обновления, на ютуберов. Разбрасываться, знаете ли, вот так вот онлайном. Банить всех направо-налево. Это именно то, что делал Sampe РП вот в период, наверное, с 2014 года по где-то 2017-2018. Когда самп-ютубером начал платить Sampe РП. Я вот точно все это не помню. Но вот было где-то это примерно как-то так. И вот сейчас Arizona Roleplay открывает уже 12 сервер. И по сути, по сути, если все пойдет правильно, если все пойдет нормально и так, как запланировали, то Arizona Roleplay станет гигантом самп-индустрии. Я знаю, что самп это сфера, а не индустрия. Ребят, не нужно об этом писать. Хотя, если вы напишите комментарий больше 4 слов с рассказом о том, почему самп это сфера, а не индустрия, то я даже лайкну ваш комментарий, если вы настолько хорошо знаете весь этот материал. Так вот, Arizona Roleplay вряд ли сможет повторить судьбу. Ну вот, серьезно. Но, если вот у Arizona Roleplay все пойдет по плану, все пойдет хорошо. Она успешно откроет свой 12 сервер и онлайн будет 12 тысяч человек или хотя бы 12 500 человек. Потому что предыдущий онлайн самого популярного сервера в Сампе был 11 400 человек. То есть у Сампропы было 15 серверов и самый большой онлайн на всех этих 15 серверов был 11 400 человек. В общем-то, если у Arizona все пойдет правильно, все пойдет хорошо и она продолжит закупать ютуберов, а также поддерживать тех ютуберов, которые у него есть на данный момент, то можно с уверенностью сказать, что на Arizona Roleplay все будет, прям вот знаете ли, очень хорошо. Очень замечательно, очень хорошо. При том, что Arizona Roleplay это тот проект, который выпускает большое количество обновлений. Ну, раньше выпускали каждый месяц и сейчас непонятно, как они все это делают. Но даже то обновление, которое вышло совсем недавно, про которое я уже делал свой предыдущий ролик, можете его посмотреть, там все это прекрасно рассказано, что Arizona Roleplay в самом деле старается делать обновления. И вот просто все, что выходит, казалось бы, это должно было быть уже давно на абсолютно всех GTA-сам серверах, но вот почему-то это происходит в 2020 году и почему-то это все происходит на Arizona Roleplay. А может быть на Arizona Roleplay не просто так такой большой онлайн, а может быть Arizona Roleplay его заслужила? Вот у вас никогда не было такой мысли, что Arizona Roleplay впрямь могла заслужить тот самый онлайн, который она сейчас имеет? Лично у меня такая мысль, ну, примерно постоянно, когда я смотрю на весь этот большой онлайн. То есть в сам пограет всего, давайте округлять, 50 тысяч человек вот сейчас на карантине. И, чтобы вы понимали, 11 тысяч из них это Arizona Roleplay. А остальное это все, там, знаете, какие-то DM-сервера маленькие, маленькие Roleplay-сервера, там, не знаю, Diamond Roleplay, допустим, сервер тоже там Advanced Roleplay, Sampro, то есть все остальные, вот там как-то вот это вот все добираются, остальные там несколько десятков тысяч. Но в целом-то, Arizona Roleplay идет по правильному пути. Если она продолжит по нему идти, то можно будет, там, знаете, уже через несколько лет увидеть Arizona Roleplay открывать 15-20 сервер. Вы знаете, и Sampro уже 2100 год, там, я не знаю, Sam Mason, там, Valik уже умерли, там, перешло Arizona Roleplay по наследству, там, я не знаю, уже 500 сервер они открывают, и вот до сих пор онлайн одержится, а Sampro стал самой популярной игрой в мире. И до сих пор, кстати, не умер. Хотя, с условием того, как развивается мобильный GTA Sampro, с условием того, как развивается GTA 5 Roleplay, да и, в общем-то, МТА там начало что-то делать, сдвигаться с мертвой точки. В общем-то, у Sampro не так уж и все хорошо, однако, поживем, увидим, как все это сложится. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором выходит вся эксклюзивная информация, и там минимум один пост каждый день. И, наверное, это будет пост с видеороликом. В общем-то, всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok